Конфликт, в котором уже никто не подбирает слов. Соединенные Штаты называют абсурдом заявление Северной Кореи о том, что Вашингтон якобы объявил войну. Американские дипломаты уверены, что их усилий уже не хватает, пора отдавать дело в руки военным. Все подробности о скандальных заявлениях знает Дмитрий Анопченко. Американским чиновникам приходится то угрожать, то оправдываться, то просто недоуменно пожимать плечами. Ну что можно комментировать, если официальные лица Северной Кореи и не у себя дома, а в ООН в Нью-Йорке заявляют, мол, война Вашингтоном уже объявлена, и Пхеньян имеет право сбивать американские боевые самолеты даже за пределами своего воздушного пространства. Мы не объявляли войну Северной Кореи, это абсурд. Заявила на брифинге для журналистов представитель Белого дома Сара Сандерс. Если КНДР не прекратит свои провокации, мы сами дадим президенту варианты того, как с ней действовать, добавил пресс-секретарь Пентагона Роберт Меннинг. К военным сейчас обратились не зря, ведь дипломаты по сути расписались в бессилии. Если уж сама Ники Хейли, американский посол при ООН, заявляет, дипломатические средства исчерпаны, и она с удовольствием отдала бы этот вопрос в руки главы Пентагона для решения военного. Ну а каким еще оно может быть, пишет сегодня пресса, если дискуссия на самом высоком уровне вышла уже за рамки и приличия, и здравого смысла. Лексика для дешевой мыльной оперы, а не для новостей. Психически больным, которого нельзя допускать до ядерной кнопки, прилюдно назвал Трампа главный дипломат КНДР. Ну а тот, иначе как человеком ракетой, Ким Чен Ына уже не называет. Пошутил, мол, Ким выполняет миссию суицид, он ненормальный пуляющий ракетами, дескать, жаль, с ним раньше не покончили. Корейский диктатор ответил через СМИ, назвал все происходящее сумасшедшим вздором и разразился громкой фразой, цитирую, укращу огнем американского безумного маразматика. И единственный, кто в этой ситуации, несмотря на свое прозвище, бешеный пёс, сохраняет полное спокойствие, это глава Пентагона Джим Мэттис. Он сейчас с визитом в Индии, где ясно дал понять, военной операции не хочет, и штаты как можно дольше будут сдерживать КНДР исключительно средствами дипломатии. Мы продолжаем сдерживать опасные угрозы со стороны КНДР, но наша цель решить это дипломатическим путем. А вот каким именно образом предстоит еще решить, ведь санкции пока не заставили Северную Корею отказаться от своих планов, а нынешний обмен любезностями ей похоже только на руку. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.